Всем привет, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня я вам рассказываю и показываю про свои парфюмерные покупки и новинки ароматов. Это будут как бюджетные ароматы, так и небюджетные ароматы. И смотрите это видео до конца, в конце видео я покажу вам те ароматы, которые я купила на выигранные бонусы в парфюмерном баттле в духе РФ. Спасибо каждому из вас за вашу поддержку и благодаря вам, возможно, я получила приз зрительских симпатий. И поехали! Меня достаточно нередко упрекает в том, что я показываю какие-то дорогие ароматы, и вы хотите посмотреть на бюджетные ароматы, и даже те бюджетные ароматы, которые я показываю, вы называете небюджетными. Но сегодня половина моих ароматов точно будут очень бюджетными и доступными по цене. И первая моя бюджетная покупка — это туалетная вода L'Odyssey из семьяки. Это очень старенький аромат бренда. В пряность гвоздики, цветок гвоздики, мускус, цикламен, пион, кедр. Цитрусовый аромат, озоновый аромат, легкий аромат и описание бренда нам гласит о том, что это аромат ода в воде. В основу этого аромата легла стихия воды. С одной стороны, это свежий аромат, это мощные бурлящие потоки лилии, как будто бы здесь в этой воде минеральные источники, потому что, да, чувствуется что-то такое солененькое, но к глубине эта вода трансформируется, и в ней слышится тяжесть какой-то бензойной смолы, ладана и древесные вот эти оттенки, аккорды, кедры и так далее. Действительно, это очень свежий аромат, очень легкий, но с другой стороны, он имеет очень такую достаточно хорошую основу, да, вот эта мощная, мощь воды ощущается в этом аромате, хотя с виду, казалось бы, такой легкий, ненавязчивый, прозрачный акварельный аромат на старте. Все-таки база чувствуется, база в нем серьезная. Думаю, что больше этот аромат подойдет на лето в такое легкое-легкое озоновое водянистое облачко. Первая моя покупка из семьяки Le Disset au de toilette. Следующая моя покупка — это парфюмерная вода Vital, еще это A26 Es Parfum, это российский бренд парфюмерии. Вы, кстати, часто меня просили сделать обзор на ароматы Es Parfum, и через неделю, смотрите, там будет полноценный обзор на ароматы Es Parfum. Ароматы бюджетные и очень интересные, и можно много разного выбрать, и можно даже выбрать сеты пробников, чтобы поближе ознакомиться с ароматами российского бренда. Ароматы Es Parfum создаются как по мотивам известных брендов, известных ароматов, так имеют собственную авторскую коллекцию. Лично этот аромат создан по мотивам аромата от Art Collection Hayati и понравится любителям как раз этого аромата. Удобнее всего искать ароматы Es Parfum по артикулу. Этот аромат имеет артикул A26. Так удобнее в поиске на сайте Es Parfum найти этот аромат, посмотреть сколько он стоит, ознакомиться с ассортиментом. Все ссылки на сайт Es Parfum и на социальные сети этой марки я оставлю внизу под этим видео. На старте этого аромата ананас, ягоды, малина, сердце слива, сливки, мед, цветочные ноты, черная смородина, базе мускус, мороженое, ваниль. Этот аромат имеет очень необычное сочетание, знаете, такой сладкой-сладкой ягодной ноты, малина и ледяные, как будто бы освежающие фрукты. Вот кислинка ананаса присутствует. Это действительно похоже на какой-то экзотический коктейль, который палит сверху, знаете, взбитыми сливками, и вы наслаждаетесь этим кококтейлем где-то в жаре, в тропиках. В общем, очень классный аромат. В нем есть и теплота, и холод одновременно. Очень интересный эффект. Парфюмерная вода из Parfum A26 хоть и создана по мотивам Хаяси, но она не совсем на него похожа. То есть здесь больше шлейфовости, он на самом деле очень стойкий, он держится практически сутки на коже, и в нем больше какой-то фруктовой ягодности, и вот такой кислинки ананаса, и кислинки каких-то кислинких ягод. Поэтому очень рекомендую их за тестом A26 S Parfum. Парфюмерная вода Vital. Следующий также бюджетный аромат — это Pige de l'Olu Castanet Purple. Помните, я показывала в прошлом видео вам аромат pink? А это purple — это более такой насыщенный аромат, более сладкий. На старте здесь груша, бергамот, лимон, сердце, цветок апельсина, жасмин, в базе ваниль, амбра и пачули. Это цитрусовый, ванильный и фруктовый аромат. Здесь очень интересное сочетание сладких фруктов, ванили и цитрусов. Такой необычный аромат. Он и не совсем, знаете, свежий, и не совсем сладкий, такой пудровый достаточно, и это очень бюджетный аромат. Советую всем за тесту эти ароматы. А прежде чем мы продолжим, поставьте лайк на это видео, вам не сложно, мне приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Следующая моя парфюмерная покупка — это из Элинский Нерозен, аромат бестселлера, black pepper, amber и нироли. И, естественно, в нотах этого аромата — черный перец, амбра и нироли. Я давно хотела попробовать этот аромат и приобрела себе такую маленькую версию — 10 миллилитров. 10 миллилитров — это вроде бы как концентрированные духи, то есть это более насыщенный аромат, чем ароматы в 50-миллилитровых флаконов. У меня здесь фикшн. И я хотела попробовать black pepper, но я, так как я обожаю черный перец, розовый перец, вообще любой перец в парфюмерии, если есть перец в аромате, дайте два. И для меня black pepper абсолютно, знаете, не мужской аромат. Я с удовольствием также его ношу. Такая моя покупка. И, кстати, им абсолютно точно может пользоваться и ваш мужчина, то есть можно покупать один аромат на двоих. Зелинский, black pepper, амбр и нироли. Следующая моя парфюмерная покупка — это Gritty Tutu, экстракт de parfum, то есть это версия духи. То есть есть у Gritty Tutu Blanc, а это версия именно оригинальная, версия Tutu. Верхние ноты — кокос, яблоко, грейпфрут, лист черной смородины, сердце, гелиотроп, роза, жасмин. В базе малина, мускус, ваниль, амбра. Ванильный, фруктовый, пудровый аромат — это, знаете, такая розовая зефирка. Вот как этот флакон розовый, так и аромат для меня представляется таким розовым, воздушным, таким плотненьким сахарным зефиром с эффектом малины. Да, действительно хороший аромат на тему малины. Кстати, этот аромат мне нравится больше, чем Tutu Gritty, но хоть Tutu Gritty является бестселлером, мне понравился больше экстракт, больше оригинальный аромат, здесь больше ягодности. Это такая действительно зефирка, сахарная, сахарная пудровая зефирка, очень классный аромат. Tutu Gritty. И вот он, первый флакон, тот, который я приобрела на бонусы духи РФ. Это Касс Тициана Теренци. Верхние ноты роза, черный и белый перец, сердце уд, зеленый перец, береза в базе серы амбра, ваниль, мускус. Этот аромат выпущен относительно давно, в 2017 году, но очень странно, как он вообще прошел у меня, потому что этот аромат очень мне нравится. Этот аромат я давно очень хотела купить, я его тестила в магазине, он мне каким-то образом попался под руку, я просто влюбилась в его звучание. Видимо, так как здесь очень много нот перца, и в сочетании вот с этой фирменной Тициана Теренсовской серой амброй, для меня этот аромат, он очень, знаете, непростой. Для меня это как будто бы цитрусовая кока-кола. Хотя здесь не заявлены ни цитрусы, ни кококольность, но вот я так слышу этот аромат. Это вот та часть, та нота в Росе Помпеи Тициана Теренса, которая мне очень нравится. Это чистая, вот это именно та часть, та кока-кола в вакууме, это Тициана Теренса Касс. В отзывах про него пишут, что это какой-то мужской аромат, абсолютно не согласна. Это абсолютно мой аромат, и он на самом деле очень насыщенный, очень плотный, очень бронебойный, и может надоесть, конечно же. Одного пушика хватает на целый день, он окружает, окутывает своим облаком и не дает вдохнуть свежего воздуха, потому что аромат достаточно плотный, достаточно тяжелый, я бы сказала. Также здесь заявлен уд в аромате. Уд это такая очень непростая нота для меня, но здесь, может быть, возможно, этот уд как раз мне и нравится. Мое парфюмерное приобретение, пополнение парфюмерной коллекции благодаря вам, моим зрителям, Касс, Тициана Теренса. Версия экстракта парфюм, версия духи. И еще одно мое пополнение парфюмерного шкафа благодаря вам, это Гуччи Флора Джорджиус Жасмин. На старте итальянский мандарин, бергамот, черный перец, сердце, жасмин, магнолия, роза, базе, бензоин, австралийский сандал, пачули. Хоть этот аромат 2022 года, но такое ощущение, что где-то это уже было. Но лично для меня этот жасмин вообще самый классный жасмин из всех жасминов в парфюмерии. Парфюмер аромата Альберто Морильес. Из 1970 года Альберто Морильес работает на бренд Ферминих, на концерн, который занимается всеми-всеми разновидностями, всякими разными люксовыми брендами. Именно Альберто Морильес создавал такие ароматы, как Джорджи Армани де Джио, Кинзо Флауэр, Булгари Омния, Кельвин Клайн Зе Ван, Кортье Пантера де Кортье и Марк Джейкобс Дэзи. И это действительно такой люксовый жасмин, жасмин от Гуччи. И он мне очень нравится. Знаете, этот жасмин не просто такая, знаете, пронзительная нота этого жасмина, а как будто бы здесь есть лактонные аккорды, как будто бы, знаете, в Барбаре Лондон в аромат добавили сливки. И получился Джорджиус жасмин от Гуччи. Может быть, такой эффект создает здесь магнолия, вот этот эффект молочности. Но в нотах ничего такого подобного нет. Но для меня это достаточно лактонный аромат. И, конечно же, как потребитель-собиратель я же не могу пройти мимо этого флакона, потому что мне к моему розовому флакону нужен брат, друг и товарищ. Поэтому, конечно же, расчет был тоже на это. Поэтому теперь у меня в коллекции два таких ретро-флакона от Гуччи. Ну и аромат мне, кстати, очень понравился. И спасибо вам, конечно же, мои зрители, за это мое приобретение, за это мое пополнение парфюмерной коллекции. И спасибо, конечно же, духи РФ за то, что они организовали этот конкурс, этот батл. Вообще, на самом деле, конкурсы такое, знаете, неблагодарное занятие. Не участвовать в них, не организовывать эти конкурсы. Но, тем не менее, что есть, то есть. Что имеем, с тем и живем. Еще один мой бюджетный аромат, недорогая парфюмерная покупка, это Spirit de Contradiction Maison Matiné. Здесь такая изображена мускулистая рука с утенком. На самом деле, вот эти резиновые утки, резиновый утенок, это, по-моему, символ города Майами. Именно там начали продавать этих утят. Верхние ноты лимон, желтый мандарин, черный перец кориандр, в сердце ирис, имбирь, гвоздика, иланг-каланг, в базе мускус, ветивер, шалфей, кедр. Цитрусовый, фужерный, мускусный, пудровый, свежий. В общем, знаете, что он мне напомнил? Он мне напомнил Эсцентрик 02, Эсцентрик Молекул. Столько это более разбавленный аромат, тут нет такой прям насыщенной, плотной цитрусовой ноты. И еще он мне напомнил Молекулу 01 плюс мандарин. Вот даже больше, наверное, он похож на этот аромат, на Молекулу 1 плюс мандарин, потому что здесь больше какой-то цветочности, чем цитрусовости. Может быть, он даже больше похож на Молекулу 01 плюс мандарин, потому что это такой сладкий цитрус, и даже больше это все уходит не в цитрусы, а в какие-то красивые-красивые цветы. Аромат заявлен как аромат для мужчин и для женщин. Действительно, им могут пользоваться и абсолютно и женщины, и мужчины. Хороший бюджетный вариант аромата. Буду благодарна вам за лайки. Пишите мне свои парфюмерные покупки, новинки, какие-то бюджетные ароматы, новые парфюмерные бренды, которые вы узнали. Буду рада с вами обсудить ваши парфюмерные приобретения. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До встречи в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.